Дольщик Дамир Джумаев в 2013 году приобрёл квартиру в строящемся доме у строительной компании «Пегаса Лото». По его словам, когда последний этап строительных работ приблизился к завершению, было обнаружено, что качество фасада не соответствует всем требованиям. Джумаев и другие дольщики уверены, что во избежание ответственности фирма-субподрядчик вместе с неизвестными дольщиками написали заявление о мошенничестве на строительную фирму в Финполицию. Руководителю «Пегаса Лото» Альбинина Изабековой запретили заниматься строительством и посадили под домашний арест. Но водойщики с этим не согласны и требуют пересмотреть дело, чтобы строительство наконец-таки завершилось. «Мы сейчас готовим заявление в ГСУ и будем писать ходатайство, будем с юристами консультироваться и будем подавать в суд, в ГСУ будем подавать заявление на данных лиц гражданина Турции Фахреддин. Я хочу проверить все строительные документы, лицензии, на основании чего он работает, по квоте он сюда приехал работать или как он здесь, выполняя некачественные работы, продолжает иметь на руках лицензию. То есть, надо проверить лицензию, какие у него аттестованы, не аттестованы эти рабочие». Новодиректор фирмы субподрядчиков Ахреддин Эльмалы утверждает, что строительство фасада было выполнено в соответствии со всеми требованиями договора. По его словам, до этого момента никаких претензий как со стороны дольщиков, так и со стороны стройкомпании не было. Более того, Альбина Найзабекова не выплатила ему свыше двух миллионов суммов за проделанную работу, отмечает мужчина. Он утверждает, что это стало последней каплей в чаше терпения, поэтому он вместе с другими обманутыми дольщиками написал заявление в финполицию. «Мы сотрудничали с 2018 по 2019 год. Деньги давали частями. Материалы привозили с опозданием. Нам пришлось всё время останавливать работу. Из-за этого я не мог выдавать зарплату своим сотрудникам. Мы отремонтировали более 6000 квадратных метров фасада. Из 6 миллионов суммов фирма выплатила около 4 миллионов суммов. То есть 2 миллиона они задолжали. Мои сотрудники отказались так дальше работать. Орхан Акташ, директор Пегас Аллато, договорился, чтобы мои леса там остались, что они будут выплачивать аренду за них. Вскоре он и стройматериалы не вернул, и деньги тоже. Потом я узнал, что они подделывали документы и ставили мою подпись. К примеру, они пытались со мной рассчитаться с машиной, но она оказалась неисправной. Я её вернул. Потом узнал, что они её продали в ломбарде, но по документам вышли с моей суммы». По информации Генеральной прокуратуры, сейчас дело Альбины Найзабековой по факту о мошенничестве с учётом довода у двух сторон находится на стадии следствия. 29 декабря все данные уголовного дела были направлены в Центральный аппарат Следственного управления ГСБ. В рамках досудебного производства генерального директора задержали. В тот же день Генпрокуратура возбудила ходатайство о применении меры пресечения в отношении подозреваемой в виде заключения под стражу. Суд прошения не удовлетворил и отпустил до конца следственной Забековой под домашний арест. На это решение, по информации Генпрокуратуры, в Бишкекский городской суд внесено апелляционное представление, которое находится на стадии рассмотрения. В связи с тем, что 5 марта 2021 года государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями была ликвидирована, все уголовные дела, связанные с данным обществом, были переданы по принадлежности и по подследственности. В настоящее время по досудебным производствам даны письменные указания о проведении соответствующих следственных действий, ход которых взят со стороны Генпрокуратуры на контроль. Также по информации Генпрокуратуры, все разрешительные архитектурно-строительные работы были аннулированы со стороны госорганов, поэтому строительные работы до конца следствия не возобновятся.